Всем привет! В сегодняшнем видео посмотрим на такой HG проектор, который недавно появился на рынок. Это модель GC555. Покупал его в магазине Аумиро. Я в принципе первый раз такой магазин увидел в Али. Но цена была очень привлекательная, поэтому я подумал, почему бы и нет. Все что сейчас вы видите на своих экранах, это стандартная комплектация этого проектора. То есть это сама упаковочка. Упаковочку показывать не буду, я ее показывал в видеораспаковке. Дальше аудио-видеокабель 3.5 jack и 3 тюльпана. Мама. Также инструкция на английском языке. В принципе здесь все понятно. Пульт дистанционного управления. Стандартный пульт, такой обычный простой пульт для проектора. Инфракрасный питается пульт от двух батареек типа 3, а в комплекте батарейки не идут. Докупайте отдельно. Силовой кабель, такой двойной, с нашей розеткой. И сам проектор. Кстати очень компактный, но довольно увесистый проектор. Симпатичный. Довольно красиво смотрится дизайн. На передней стороне есть крышечка, которую можно снять. Это пластиковая крышечка. Аккуратно, чтобы не поломать. Также инфракрасный порт для пульта, чтобы пульт нормально реагировал. Кстати проблем никаких не замечал. На правой стороне есть несколько разъемов. То есть это разъем VGA для аналогового подключения к компьютеру или сбуку. Один HDMI. Один USB. Один SD. Даже не micro SD. SD карточки можно подключать и смотреть с них в фильме тоже. Аудио-видеоразъем и разъем для наушников. А здесь находится радиатор и отсюда выдувает теплый воздух для охлаждения. Дальше на задней стороне здесь находится турбина, откуда вдувает воздух для охлаждения. Больше ничего. На этой стороне разъем для силового кабеля для подключения в розетку и вентиляция для блока питания. Больше здесь ничего. На нижней стороне находятся четыре прорезиненные ножички для устойчивости. Два динамика. Динамики довольно громкие, но звук такой себе обычный. Потом послушайте. Еще вентиляция для блока питания. И ножка для того, чтобы можно было регулировать высоту проектора. Она была, кстати, в отдельном комплекте. Я просто вкрутил. Она очень туго крутится, так что смотрите аккуратно. На верхней части вот эта часть металлическая, то есть вот эта полностью верхушка металлическая. Все остальное пластиковое. Алюминиевый такой корпус. Прикольно. На верхней части имеем две рукоятки, которые можно настраивать. Фокус и кейнгстоун плюс-минус 15 градусов. Также блок управления. Блок управления это джойстик верхний с левой правой, кнопка окей, кнопка назад, кнопка переключения между разъемами, кнопка меню и кнопка включения-выключения. Больше здесь ничего. Этот проектор бывает нескольких разных версий, то есть это обычная версия. Также есть зеркальная версия и есть Android версия. Зеркальная это то, что можно подключать смартфон, планшет или ноутбук, к примеру, без проводов по Wi-Fi и смотреть все, что происходит на экране вашего ноутбука, смартфона или планшета на экране вашего проектора. А в Android уже более расширенные функции. Там уже стоит Android 6.0. Здесь заявлена яркость 3900 люмен. Это обычный люмен. Не анси, не путайте. Это разные замеры. Мощность 54 ватта рассчитана на 50 тысяч часов, то есть это на 10 лет примерно. HD разрешение LCD матрицы 1280 на 720 точек. И его вес составляет 1 килограмм и 250 грамм. Давайте я его лучше покажу на экране, что он себе представляет, как он работает. Вы сами потом в конце решите. В конце подведем итоги. Итак, включил этот проектор. Как видите, картинка немножко кривая. Получилось у меня так камера сыт, по-другому просто не получается, извините. Минимальное расстояние между экраном и проектором это полтора метра от экрана. И картинка при этом получается 53 сантиметра на 94 сантиметра. Максимальное расстояние, что позволяет фокус, у меня не получилось поставить, потому что у меня комната немножко поменьше, чем это расстояние. Это где-то примерно 6,5 метров будет это расстояние, если поставить по максимуму. И картинка, даже на максимальное, что у меня получается поставить, проектор не влезает на стену. Это больше трех с половиной метров шириной, но при этом теряется яркость. Лучше всего ставить проектор где-то в расстоянии трех метров. Я поставил сейчас на 320 сантиметра от экрана и картинка у меня получилось 211 сантиметров в ширину и 118 сантиметров в высоту. Вот так выглядит стандартное менюшка, то есть главный рабочий стол этого проектора. Конечно, бывает еще Android-версия и зеркальная версия, но так выглядит обычная версия. Здесь просто фото, текст, музыка и кино. Давайте сразу по настройкам пройдемся, что здесь имеется в настройках. По настройкам стандартно все, то есть режим изображения стандартный стоит. Здесь все по 50 выставлено. Не знаю, как вам видно. Софт. Пользовательский тоже по 50 и динамический. Пусть будет стандартный пока что. Дальше. Температура цвета средняя стоит тоже все по 50, то есть посередине теплый цвет, пользовательский и холодный. Пусть будет тоже средний. Это нормальные в принципе еще настройки. Соотношение сторон 16 на 9. Пусть будет авто. Шумоподавление. Средняя здесь стоит. Картинки. Дальше выбирается направление проектора на столе. То есть можно его поставить где-то на потолок повесить, к примеру. То есть в зависимости от положения проектора, где он будет стоять. Пусть будет, как обычно, на ровном сейчас положении. Уменьшить экран. То есть экран можно уменьшить на 75%, но его можно увидеть только когда вы что-то включили, например, какое-то видео. потому что сейчас его не видно. Вот, например, я сейчас включу и, как видите, уменьшается, но не видно, что оно уменьшается, потому что картинки за фоном нет ничего. До 75%. Выйдем. Дальше звук. Режим звукостандартный. Стандартность сейчас стоит тоже по 50%. Баланс. Авто. Автоподстройка получается. Ну пусть будет. Ой, я вышел случайно. Извиняюсь. Нет, давайте выключим ее, пусть чтобы не было. Дальше. Ночной таймер имеется. Можно выключить, поставить на максимально. Это 240 минут. Пусть пока выключенный будет. И остальные настройки. То есть можно выбрать язык. Здесь есть русский. Обычно английский стоит по умолчанию. Сбросить настройки до заводских. Смешивание. То есть это прозрачность экрана. Меню с фоном того, что вы смотрите. OSD. Это насколько быстро выключается меню после того, когда вы что-то включили. И обновление прошивки по USB. Все, больше здесь ничего нет. По настройкам вышли. Еще дополнительное меню, чтобы можно было выбрать разъем. То есть смотря, что вы подключаете. Например, если вы смотрите через флешку, включаете USB. Если через SD карточку, то SD. Через HDMI и тому подобное. Для начала давайте пройдемся по видео. Пройдемся по тестам. Посмотрим, как выглядит картинка. Насколько все ярко и четко. Начнем со стандартного ролика, который часто показываю. Как видите, здесь есть звук. В этом ролике AC3 звук стоит. Поэтому я проверяю здесь, есть ли здесь AC3 звук. То есть даже в базовой версии AC3 звук имеется. Что очень хорошо. Можно купить даже обычную версию и смотреть любые фильмы без проблем со звуком. Потому что если нет AC3 звука, некоторые фильмы будут работать без звука. Картинка выглядит вот таким образом. Красный цвет. Немножко он не совсем красный, но он такой чуть-чуть малиновый. Черный цвет не самый глубокий, но неплохой. Это здесь еще не засвеченный черный цвет. Вам, наверное, видно. Отделяется от фона экрана. Что касается белого, белый, в принципе, такой еще неплохой. Но он не сильно яркий. Хотелось бы яркости побольше в этом проекторе. Но для темноты, в принципе, еще нормально. Можно смотреть в дневное какое-то время или там солнечную погоду, то этот проектор не подходит. В принципе, большинство проекторов, практически все, можно сказать, в дневное время не рекомендуется. Потому что яркость все равно будет теряться. Как вы не крутите. Тем более на обычном экране. Зеленый тоже неплохой. В принципе, сейчас посмотрим еще на фото тесты. Там посмотрите контраст, насколько отличается все. Здесь, надеюсь, вам все видно. В принципе, картинка неплохая. Белый тоже довольно неплохой, но не желтит сильно. Хотя, сейчас еще проверим. Перейдем к следующему видео. Давайте другой тест включим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И посмотрим еще такой ролик по цветам, как выглядят цвета на этом проекторе. Здесь красивый такой ролик. Красный цвет. Он как будто бы немножко темноватый. Хотелось бы, как я сказал, яркости чуть побольше. Тогда было бы это красивее смотрелось бы. Но здесь, в принципе, тоже еще неплохо. Для темноты еще нормально. Опять же, смотрите на цену. Цена довольно дешевая. Более дорогие проекторы там поярче. Хотя здесь пишет аж 3900 львен. Но здесь, скорее всего, меньше, чем то, что пишет. Синий такой немножко мрачноватый. Но еще видно, что синий. Желтый неплохой, кстати. Не знаю, как вам на камеру, в принципе, это все будет видно. Потому что бывает, что желтый превращается в бледный какой-то на камере. Но здесь, в принципе, еще неплохо смотрится. Зеленый. Ну, в принципе, как я говорю, все цвета немножко такие темноватые. Хотелось бы яркости побольше. Тогда было бы оно все поживее, так сказать. Теперь давайте проверим этот проектор на громкость и качество звуков встроенных динамиков в проекторе. Ну, включим такую мусочку. Увеличим максимум громкость. Продолжение следует... Я думаю, вы слышите качество звука. Громкость, в принципе, здесь громкая, еще нормальная по громкости. Но он такой. Здесь басов, как сказать, вообще нет. Высоких частот тоже почти нет. Они есть, но там маленькие. В основном средние. И играет, в принципе, вот так вот. Ну, посредственно, обычно, как-то так. Что касается шума проектора, я покажу с помощью такого приборчика, который я специально куплю, чтобы показать. Давайте его включу. 65-64 где-то так примерно. И отойдем еще на метр, посмотрим. Вот здесь будет метр двадцать. Давайте посмотрим, что покажет здесь. 45-46. И теперь давайте еще посмотрим на качество изображения на этом проекторе. Насколько хорошие цвета, насколько хорошая контрастность, четкость. Ну, в общем, давайте проверим. Поэтому фото будем смотреть. Единственный минус, как видите, вот эта менюшка снизу, она очень сильно мешает. Ее, блин, просто нельзя убрать нормально. То есть, можно, конечно, убрать вот таким способом, но просто каждый раз классить. Ну, ладно. Будем смотреть вот таким образом. Каждый кубик в этой картинке, в принципе, отличается. Каждая текстура разная, можно сказать. То есть, здесь все нормально, в принципе. Следующее. Здесь черный с белым, в принципе, сразу отличается. Контраст вроде какой-то есть. Единственное, что два черных, они почти одинаковые, хотя немножко разные. А все остальные, даже серые вот эти отынки, они отличаются. То есть, здесь все нормально. Не знаю, насколько все хорошо будет видно вам на экране, потому что камера может неправильно передавать цвета, я поэтому буду озвучивать, что я вижу. Здесь по девушкам. Девушки смотрятся здесь довольно живо. Цвета, можно сказать, еще правильнее. Нет таких проблем, как на некоторых проекторах, когда кожа кажется сильно желтой, там, или краснит сильно. То есть, здесь вроде все нормально. По цветам нормально. Следующее. Здесь нельзя сказать, что здесь идеальная картинка, потому что кончики веточек, например, немножко в пикселе превращаются. Но все-таки это HG, а не Full HG проектор. Поэтому здесь еще, в принципе, более-менее нормально. Но вот так, как показывает. Поэтому фото четкость неплохо. Кстати, здесь не пересвеченная. Не вижу, чтобы пересвеченная середина была. Все, в принципе, видно хорошо. Каждая вот эта вот часть тоже хорошо видно. Каждый волосок. В принципе, кожа еще натуральная. Естественно, красиво смотрится. Здесь, опять же, не знаю, насколько все вам видно, потому что в части орла часто бывает, что камера почему-то засвечивает изображение. Здесь никакого засвета нет. Здесь все хорошо, равномерно. Свет светит сверху правильно. То есть, в голову ему сверху светит. Не посередине, как бывает, камера передает. Бывает немножко неправильно. Здесь все нормально. Оперение все видно тоже хорошо. Хотя дальнее оперение чуть-чуть мыли. Ну, не совсем видно хорошо. По этому изображению, опять же, смотрим. Например, 10% и 0%, где только что микрофон был. Здесь цвета сливаются 2. Вторая строчка 0%, 6% сливается. 13% еле-еле отличается. Третья строчка 0%, 5% и 10% сливается. 15% отличается. И последняя строчка, точнее четвертая. 0, 4, 8, 12 сливается. 16% уже отличается. С белым все нормально. Вот черный, получается, немножко сливается. Дальше. Здесь по черному еще хуже, потому что верхняя строчка 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 сливается. 14% уже отличается. Вторая строчка 0, 4, 8, 12 сливается. 16% уже дальше нормально видно. По белому в первой строчке, в принципе, отличается. 196% отличается, еще видно. А на нижней строчке 90, 89% белый уже сливается. Все остальное, в принципе, еще отличается нормально. Дальше. Поэтому цвета, в принципе, хорошие, правильно, красивые. Единственное, что немножко темноватые, кажется. Здесь, в принципе, все нормально. По цветам они правильные. Здесь тоже самое. Цвета правильные, то есть зеленый, красный, желтый. Красивые цвета, такие как хорошие. Просто, что они немножко темноватые, кажется. По тексту. Что касается текста, например, на белом фоне 8 текст я уже с трудом вижу, но еще вижу. 6 вообще там не видно, что уже там написано. 10, то еще можно прочитать. На черном фоне 8 уже с трудом мылит. Вот 10, 10 с 8 очень похоже, кстати. Хотя он просто покрупнее, его лучше видно. Но оно мыль как бы чуть-чуть одинаковое, так сказать. 12 самый нормальный уже видно. Но вот на черном фоне еще 10 можно, 8 еле-еле. Там очень слабо. Дальше. Поэтому здесь 8 еще можно на белом прочитать. То есть читается еще более отчетливо. 6 уже не видно вообще. На черном фоне почему-то мылит 8 и 10. Не знаю, почему именно там мылит чуть-чуть. Он не такой четкий, как на белом фоне. 12 уже нормально видно. Но 10 еще можно прочитать. Но он... И 8 еще даже можно прочитать. Но очень слабо, очень. Поэтому, опять же, 8 сверху на белом еще можно читать. 10 тем более. На нижнем, на черном. Там 8 с трудом, 10 нормально. А 6 вообще не видно. Ну, в общем, это зависит от шрифта еще более. Это тоже понятно. Здесь тоже самое. Нет, здесь 8 уже не видно на белом практически. Хотя еще видно, но 8 я, например, не вижу, что там 8. Там какое-то пятно такое черное. 10 еще нормально читается. А на черном, восьмой, уже не видно. 10 еще читается. Но с трудом. То есть, шрифты вы поняли. Смотря какой. Здесь тест по черному. Черный цвет полностью весь сливается везде. То есть, здесь этот тест вообще не проходит. Что 4, что 8, что 12, 16, 20, 24. Везде сливается. По белому. Белый тоже частично. Хотя нет. Белый первый кубик, он сливается с фоном. А второй уже еле-еле видно. Дальше уже видно нормально. Но, опять же, не знаю, как вам все на камеру так видно. Поэтому я и пытаюсь озвучивать. По девушкам. Девушки смотрятся неплохо. А черненькая первая, она как-то немножко темнее смотрится, чем обычно. Ну, то есть, как я говорю, яркости здесь немножко не хватает. Хотя, в принципе, еще смотрится неплохо. Здесь тоже все хорошо. Текст тоже читается нормально. Здесь текст тоже читается. В принципе, нормально. По кубикам. Вертикаль. Два черных. Не, хотя не. Они все отличаются. Полностью все отличаются. А вот нижняя горизонталь. Номер один, номер два, номер три. И даже следующий. Номер четыре, который не пишет. Сливается. А дальше уже по чуть-чуть отличаются. Поэтому. Здесь все кубики полностью. Вертикаль нормальная. А горизонталь номер один и номер два сливаются. А все остальные нормально показывают. Текст читается, кстати, тоже неплохо. А девушки, девушки, нормальные девушки. Не могу сказать, что идеальные, но они еще здесь нормальные. По цветам здесь тоже все вроде как неплохо. Хотя черные, как видите, нижняя полоса сначала сливается несколько, много кубиков. В общем. Все остальное нормально. По резкости здесь видно. В принципе, нигде ничего не мыли. Я так не вижу, чтобы где-то конкретно в каком-то месте мылило. Оно все равномерно, можно сказать. Здесь то же самое. Каждый угол, в принципе, одинаково смотрится. Здесь с этим проблем нет. Здесь тоже по цветам даже в кубиках видно кубики. То есть в цветных кубиках видно кубики. Только не видно в красном и не видно в синим. И в фиолетом, в этом сиреневом. И в черном тоже не видно. Все остальные видно. Девушки тоже, кстати, красивые. Смотрятся неплохо. Здесь по кубикам, по черным вообще не видно. А белый на белом фоне видно нормально. Все остальные, в принципе, здесь тоже неплохо. Этот тест еще неплохой. Опять же, здесь черные сливаются в несколько правой стороны полосок. Раз, два, три, наверное, сливаются. Дальше уже нормально видно. Здесь первые две полоски черного сливаются. Здесь цвета яркие, сочные, красивые, можно сказать. Здесь чуть темнее. Это тест такой специально. Здесь тоже, в принципе, по цветам. Видно даже текст. Вот только белый верхний фон полоска с 75% с первым кубиком сливается. Ну, вот, опять же, черный сливается частично. По этому тесту черный первый, первая шкала вообще сливается с фоном. То есть ее вообще не видно. Вторая, вторая еще видна, отличается. Первую вообще не видно. Нижняя полоса в верхней вертикали, точнее вот этой, тоже сливается с фоном. То есть этот тест тоже не проходит, этот тректор. Здесь по контрастности, в принципе, неплохо. Черный-белый, красиво все смотрится. Резкость тоже неплохая. Все читается, все видно. Опять же, тест. Каждый угол смотрится одинаково. То есть, замыливания таких не вижу, чтобы где-то были замыливания. Все, по тестам здесь будет достаточно. Я думаю, этого достаточно. Также подключил этот проектор к компьютеру. И компьютер его видит как HD проектор. То есть, все верно, 1280 на 720 точек. 59 Гц, 8-бит RGB. То есть, частота обновления здесь 59 Гц на этом проекторе. Ну и включил еще веб-сайт, чтобы посмотреть, насколько четко показывает картинка в разной стороне экрана. То есть, здесь вроде с этим нет проблем. Со всех сторон, в принципе, видно все нормально, можно сказать. То есть, все читается, текст нормально еще видно, читается. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И также посмотрим, как работает этот проектор при включенном свете. Я сейчас постепенно буду включать свет, как обычно. А вы будете смотреть, насколько теряется яркость, насколько теряется картинка, в общем, контраст и тому подобное. Итак, включаю первую лампочку на люстре. Включаю полностью всю люстру по центру у меня. Теперь я вот включил весь свет, который у меня есть в комнате. То есть, это четыре точки и люстра по центру. Это довольно хорошее освещение. Итак, покажу. Вот так выглядят вот там точки. Изображение при этом почти потерялось. Еле что-то видно. Но что-то еще видно. Вот еще люстра. Вот, собственно, сам проектор. Видно. То есть, для каких-то презентаций этот проектор не подходит. Можно разве что игрушки поиграться, фильмы посмотреть в темноте. Но если у вас где-то освещенная комната, старайтесь ее затемнить. Или смотреть в темноте вечером. Ну, тогда будет этот проектор нормально. Ладно, закончим. Подведем итоги. Итак, друзья, подведем итоги. Что конкретно я про него думаю? Лично мне этот проектор напомнил модель T4 Mini, которую я раньше показывал в своих обзорах. Это очень популярная модель, которая до сих пор пользуется популярностью. Что там, что здесь цвета очень настоящие. Не пересвеченные. Не желтит, не краснит, как в некоторых проекторах. Не перенасыщенные. Что синий, что желтый, что красный. Например, неплохой цвет. Красный, кстати, не очень. Хотелось бы лучше, но он еще здесь неплохой цвет. Бывает он вообще какой-то малиновый или вообще розовый вместо красного. Здесь он еще более-менее красный. Я думаю, если бы был у меня этот T4 Mini и сравнить их, я думаю, они были практически одинаковые на одном уровне. Хотя мне, наверное, этот даже чуть больше понравился. Здесь при этих всех цветах картинка более-менее плавная. Не дергается, как там. Там больше она дергалась. То есть джодер эффект здесь поменьше. Задержка, импутлаг я точно сказать не могу, но в играх я ее практически не ощутил. Она, скорее всего, чувствуется, кто сильно играет в игры и для него каждая миллисекунда важна. Но этот проектор, в принципе, для игры очень неплохой. Хотелось бы немножко яркости побольше, как я сказал. Было бы вообще хорошо. Но за свою цену он, в принципе, отрабатывает отлично. Как я сказал, цена меня очень привлекла. Стоимость такого проектора вы сможете узнать по ссылке под видео. Я вот там оставлю ссылочку, где я его покупал. Потому что сейчас говорить бесполезно. Я снимаю это видео еще в распродаже. Здесь сейчас акции постоянно, они меняются. Так что лучше смотреть актуальную цену, когда вы будете смотреть это видео. Я надеюсь, этим видео кому-то помог. На этом тогда будем прощаться. До скорой встречи. Подписывайтесь, как обычно. Ставьте пальцы вверх. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok